Здравствуйте, с вами Лара Шум и из музея Владимиру Высоцкому в Екатеринбурге. Да, 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 у меня тоже возник вопрос, почему музей Высоцкому находится в Екатеринбурге, ведь он там не жил, а только лишь был на гастролях. И этот вопрос я задала в соцсети и получила вот такой ответ. Читаю. Потому что поклонник творчества поэта построил первый небоскреб в Екатеринбурге, назвал его в его честь и открыл там музей. Сначала был один этаж, скромная экспозиция, через некоторое время открылся второй, в котором были выставлены новые экспонаты, приобретенные бизнесменом у Марины Влади. Давайте поверим комментатору на слово и отправимся бродить по самому музею. Но сначала я хочу вас предупредить, что голос будет меняться от записанной до комментариев в самом музее. Это такой кинолифт актерский у Владимира Высоцкого. В тот год, когда я родилась, 1974, он снимался в фильме «Единственная дорога». Ну да, как символично. Место встречи изменить нельзя, 1979 год. Итак, перед нами карта сольных концертов Высоцкого и, смотрите, глазов 1979-й, Ижевск. 1979-й. Я жила недалеко от Ижевска, и в 1979-м мне было 5 лет. Попала я в этот музей благодаря тому, что жила в самой гостинице «Высоцкий». А подарком от отеля был билет в музей, которым я и воспользовалась. Сразу отмечу, что музей очень оригинален и креативен. А некоторые экспонаты привезены из Москвы. А сколько времени сейчас? Я знаю, что рано, конечно. Десять, да? Половина один. Половина с один. Половина с один. Это, знаете, такой анекдот, когда во пьянах около столба стоят, один другом. Говорит, Вася, сколько времени? Я говорю, я не знаю. И в это время со столба объявляют. Передаем полонеза с один. Он говорит, Вася, в полодиннадцатого все открыто, пора идти. На экране вы видите две статуэтки, обозначающие Марину Владе и Владимира Высоцкого. Это шкатулка, на которой написано «12 лет, я жив тобою». Входная дверь из последней квартиры Владимира Высоцкого по адресу город Москва, улица Малая, Грузинская, 28, восьмой этаж, квартире 30. Если вы заглянете в глазок двери, вы увидите известное видео Владимира Высоцкого, песня «Гимнастика». Тут есть ступенька. Давайте попробуем заглянуть. Прикольно, там действительно видео. Давайте вместе заглянем. Пока меня вчера просили на концерте, кто-то крикнул, там говорит, спойте любимую. Вот, я говорю, что все любимые, правда, иначе бы я их не писал, потому что меня же никто не заставляет писать. Вот, я пишу, когда хочу и что хочу. Вот, а тут вот эта вот песня. Комната из последней квартиры Владимира Высоцкого по адресу город Москва, улица Малая, Грузинская, 28. Экспонаты переданы Государственным культурным центром, музеем Владимира Высоцкого в городе Москве. Почему? Вот у меня вопрос, почему? Они переданы в Свердловск. Ну, мне кажется, Свердловск просто живет под эгидой советского времени. Здесь очень много, на самом деле, музеев или каких-то заведений, связанных с советским временем. Люди сюда начнут ездить, чтобы смотреть, как жили люди в советское время. Как мы жили в советское время. Потому что сейчас люди немножко живут совсем по-другому, чем до. Сейчас шик, блеск, красота у людей, у которых есть деньги. Это чудесно и замечательно. И молодежь не знает, как мы жили в 1974 году. Вот здесь такая хорошая фотозона сделана. Вот тут ставлю 10 баллов просто. Валерий Плотников, фотограф. А, тоже вошел в историю. Марина Владева вошла в историю благодаря Владимиру Высоцкому, да? Фотограф вошел в историю. Интересно. Теперь хочу здесь сфотографироваться. Никита Высоцкий. Сын Высоцкого. Костюм капитана Глеба Жеглова из фильма «Место встречи изменить нельзя». Копия. Копия уже не та, да? Атмосфера не та совершенно. Вот это макет квартиры по адресу Малая Грузинская, дом 28. Вот этот интерьер. И вот он на макете. Да, ребята, так скромно раньше жили в Советском Союзе. Так что не надо ничему удивляться. Там как-то странно фигурка скрывается. А разве можно было такую фигурку в квартире держать? Переселиться в свою квартиру на Малой Грузинской им удалось только в конце лета. Это была большая, светлая трехкомнатная квартира на восьмом этаже. Еще до въезда Высоцкий и Марина переделали все по своему вкусу. Заново красили стены, предварительно содрав непонравившиеся Марине обои. Меняли кафель, перестраивали ванную. Вспоминает друг семьи, художник Михаил Шемякин. Мне даже захотелось этот фильм посмотреть. Реально, ребята. Пластический грим, как накладывали. Там без рук, что ли, играла? Я даже не знала. Но я, в принципе, даже не хотела этот фильм смотреть. Но теперь я его обязательно посмотрю. Желаю хорошего дня и побольше ходить по музеям. Пусть даже это онлайн прогулки. Добрый день. Здравствуйте. Так, снимаем фоточки.